Это канал Давай Запишем. Всем привет, с вами Александр. Сегодня, друзья, мы вас познакомим с микшерными пультами от итальянского бренда Italian Stage. Вперёд! Итак, бренд этот принадлежит знаменитой итальянской компании Proil, выпускает микшеры и разного рода акустические системы. Кстати, на многие из них у нас уже сняты обзоры, и без излишнего пафоса можно сказать, что акустика вполне нормальная, достаточно упакована функционалом и, что самое главное, имеет более чем конкурентную цену. Ну а сегодня у нас разговор о пультах. Они для нас явились очень долгожданными, поскольку никак наша таможня не хотела смириться с мыслью, что между микшерами и вейпами нет ничего общего. Но здравый смысл всё-таки победил, и вот они в нашем распоряжении. Это три модели. 2 Mix 4XU, 6XU и 8XU. Сразу скажу, что все они это одно и то же, за разницей лишь в количестве каналов. В самом маленьком их 4, 2 микрофонных плюс стереопара, в среднем 6, 4 микрофонных плюс та же стереопара, и, наконец, в самом большом 8, 4 микрофонных и 2 стереопары. Причём в этой модели стереоканалы продублированы ещё и разъёмами RCA. Дальше. Все микрофонные каналы на пультах оснащены раздельным фантомным питанием и ослаблением сигнала на 26 дБ, поскольку все они могут быть использованы в том числе и как линейные. Что касается усиления, то микрофонные входы имеют 64 дБ разгона, инструментальные 38. Каждый канал, как мы видим, имеет три полосы эквализации, управление громкостью внешнего или внутреннего эффекта и, собственно, ручку громкости каждого канала. Тут же можно заметить, что итальянцы решили отказаться от регулятора панорамы баланса на каналах, но не думаю, что этот момент надо относить к разряду недочётов, поскольку в 99 случаях из 100 эти регуляторы у нас остаются нетронутыми. Давайте прямо сейчас покрутим эквалайзер и послушаем, как изменяются частоты. Слушаем высокие частоты. Убираю полностью. Раз, два, три, четыре, пять. И потихонечку вывожу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. К середине переходим. Убираю. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ярко. Ну и низкие частоты. Убираю. Раз, два, три, четыре, пять. И вывожу на максимум. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Услышали? Двигаемся дальше. Каждый пульт имеет общий выход на джеках, плюс гнезда посыла возврата для подключения внешнего оборудования, а также выход на контрольную акустику и, естественно, наушники. Посыл возврат имеют свои регуляторы уровня, наушники тоже. Ну и главная конструкторская фишка, это ползунковый фейдер на общей громкости. Удобно. Теперь переходим к блоку эффектов. Их тут 16, и каждый из них может быть отрегулирован по глубине эффекта. Давайте послушаем, что они из себя представляют. Надо сказать, что разнообразием этот блок эффектов не отличается, но тем не менее. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, типа даблер какой-то. Дальше. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Прям с пружинкой. Третий. Раз, два, три, четыре. Из той же серии. Четвертый. Раз, два, три. Ну, такая коровочная пружина. Полудилей. Пятый. Пятый. Раз, два, три. Раз, два, три. То же самое. Шестой. Раз, два, три. Чуть медленнее. Восьмой. Ну, то же самое, только еще медленнее. Раз, два, три. Дальше. Раз, два, три, четыре. Логично. Логично. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, два, три, три. Дальше. Одиннадцатый. Раз, два, 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 три, три, четыре, двенадцатый. Раз, два, 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 три, 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 все понятно. Тринадцатый. Раз, два, 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 три, три, четырнадцатый. Раз, два, 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 три, 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 номер 15. Раз, два, 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 три, три, три. И последний. Раз, два, 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 три, 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 три. Друзья, ну всё понятно. Всё понятно. Ну и, наконец, самое интересное в этих пультах, это мультимедиаплеер. Он заведен в параллель со стереоканалом. Вот этой кнопкой мы переключаем источники звука. И очень прикольно то, что вся обработка канала распространяется на любой вид подключения, будь то флешка или сигнал по Bluetooth. Кстати, здесь это тоже есть. Или вообще напрямую с компьютером. Давайте детально разберём каждый вид подключения. И первая на очереди у нас флешка. Но здесь всё просто и понятно. Не забываем переключать канал на USB. Включаем флешку и музыка должна пойти. И она пошла. Рулим частоты, то, о чём я говорил. Пауза. Есть пауза, перемотка треков. Тоже есть. Ну и, наверное, коррекция громкости. Посмотрим. Да, есть. Вполне нормально. Теперь переходим к беспроводному соединению. Что надо? Нажать кнопочку. Услышали, что там всё готово. Теперь на своём устройстве включить тот же Bluetooth. Всё очень быстро делается. КТ-08ЮП. Это вроде как оно... Ну, отключились. Давайте подключимся. Или подключились. Есть такое. Готово. Выбираем какую-нибудь музыку. Какая разница какую. Вот такую. И... Заиграла. Обратите внимание, что эквалайзер работает здесь также. Сверху. Ну всё, ребят, порядок. Ну и ещё один вариант подключения. Это напрямую компьютер-микшер. Всё это осуществляется посредством вот такого кабеля USB-AA, который идёт в комплекте. Делается это всё быстро, то есть подсоединили, компьютер установил необходимый драйвер и всё. Можно запускать музыку, она будет играть как положено. Опять-таки, регулировать канал можно, то есть крутить частоты и так далее. Ну и как вы понимаете, что обратный цикл тоже возможен, то есть запись на компьютер тоже возможна. Как на флешку, кстати, так и на компьютер. Ну иначе как бы сейчас я это всё записывал. Но есть единственный такой нехороший нюанс. Музыку, которую сейчас вот я отмьючу, я буду слышать в наушниках в стерео. Но на запись она пойдёт, к великому сожалению, только моно. Вот послушайте. Да, у меня играют в стерео. Ну что, друзья, учитывая, что речь идёт о совершенно небольших ценах на эти пульты, а именно 7200, 8500 и 9600, можно совершенно нормально списать любые недотяги по частотам или эффектам. В целом, это вполне приличные микшеры для каких-то определённых целей. Остаётся только надеяться на то, что работать они собираются стабильно и долго, но мы, к сожалению, об этом вам сказать ничего не можем. Они к нам приехали всего несколько дней назад, что называется прямо из печи. На этом мы будем закругляться. Всем удачи, пишите, спрашивайте, обязательно ответим. До встречи!